У Хрущева оставалось примерно полдня, чтобы решить, как ему поступить. Покориться судьбе или расправиться с заговорщиками. Для него это была не первая схватка, в которой на кону стояла власть, а то и жизнь. Все предыдущие он выиграл. 12 октября 1964, около 9 вечера, телефонистка-коммутатора Междугородней правительственной высокочастотной связи соединила Брежнева с Хрущевым. Никита Сергеевич наслаждался отпуском на государственной даче в Пицунде. Брежнев оставался в Москве на хозяйстве. Леонид Ильич сильно волновался. Побледнел, губы посинели, он говорил с дрожью в голосе. От имени президиума ЦК попросил Хрущева срочно вернуться в Москву. Необходимо обсудить намеченную им же полную реорганизацию сельского хозяйства. Никита Сергеевич ответил с нескрываемым неудовольствием. «Хорошо, я завтра в 11 утра вылетаю». Все действующие лица драматической истории, которые изменят судьбу страны, той ночью спали плохо. Руководители партии и государства, которые пожелали сменить хозяина страны, все еще боялись его. Никита Сергеевич не раз расправлялся с теми, кто покушался на его кресло. Что он придумает на этот раз? По сей день ходят слухи, что Хрущев, конечно же, понял, зачем его вызывают в Москву. И собрался лететь не в столицу, а в Киев. И заручиться поддержкой командующего киевским военным округом генерал армии Петра Кирилловича Кашевого. Украина считалась опорой Никита Сергеевича, генерал Кашевой верным ему человеком. Хрущев вырос на Украине, много лет работал в Киеве. Сросся с республикой. Уже будучи хозяином всей страны, чаще всего и с наибольшим удовольствием приезжал на Украину. Повсюду расставленные им и лично ему преданные люди, в том числе в погонах. Говорили, что на этот случай по маршруту следования правительственного авиалайнера привели в боевую готовность зенитно-ракетные войска, чтобы в крайнем случае сбить Хрущева. Заместителя начальника управления правительственной связи генерал-лейтенанта Брусницына вызвал председатель КГБ семичастный, властно приказал. Мне нужно знать, кто названивает Хрущева. Докладывайте каждый час. На государственную дачу в Пицунде линия правительственной междугородней ВЧ-связи шла через Двилиси. Ее отключили, сославшись на повреждение аппаратуры. Хрущева соединяли через спецкоммутатор Москвы, так что председателю КГБ немедленно докладывали обо всех телефонных переговорах Никиты Сергеевича. Если бы Хрущев пожелал побеседовать с кем-то, кто мог представлять опасность для заговорщиков, им об этом сразу стало бы известно. Ну а мог бы Никита Сергеевич и в самом деле обратиться к кому-то из военачальников с просьбой поддержать его всей мощи вооруженных сил? Даже если бы кто-то из генералов попытался самочинно поднять войска, у него ничего бы не вышло. Председатель КГБ приказал управлению военной контрразведки информировать его даже о незначительных передвижениях войск. В советской армии ни один приказ не отдавался без ведома особистов и не исполнялся без их санкции. В реальности Хрущев не собирался лететь в Киев и просить военных о помощи. Он не верил в заговор. Решительно все, кто занимал высшие посты в партии и государстве, и не только на Украине, но в первую очередь в Москве, его ставленники. Своим положением и завидной карьерой они были обязаны ему лично. И он не мог себе представить, что они все его предадут. За несколько дней до отставки Хрущева потерпел катастрофу самолет, на котором советская делегация во главе с начальником генерального штаба маршалом Бирюзовым вылетела в Югославию на празднование 20-летия освобождения Белграда. Пошли слухи, что начальника генштаба устранили, дабы он не мешал убрать Хрущева. Все знали, что Никита Сергеевич отличал маршала, опирался на него, назначил Бирюзову, командующим своими любимыми ракетными войсками стратегического назначения, а в 63-м начальником генштаба. А его предшественника маршала Захарова отправил руководить академией. Хрущев не уважал Захарова. Нельзя оставлять начальником генерального штаба человека, который на заседании уже через 5 минут клюет носом или просто спит. Но Бирюзова никто не пытался устранить. И вот подтверждение. Вместе с маршалом погиб заведующий отделом административных органов ЦК Миронов, брежневский человек из Днепропетровска. А он как раз играл ключевую роль в заговоре против Хрущева. Летчикам помешала плохая видимость, и самолет врезался в гору. Синоптики советовали отложить рейс. Но маршал приказал лететь. Он ничего не боялся. В войну пять раз был ранен. В октябре 41-го командуя дивизии попал в окружение. Был ранен в обе ноги. Бойцы его вынесли. И главное, Никит Сергеевич полностью доверял министру обороны Родину Яковчу Малиновскому. Маршал Малиновский был обязан Хрущеву не только в высшей вооруженных силах должностью, но и, возможно, жизнью. Летом 42-го немцы, наступая, смяли Южный фронт, которым командовал генерал-лейтенант Малиновский, и заняли хорошо укрепленный Ростов без боя. Сталин был вне себя. Тогда же у Малиновского исчез адъютант. И это взяли на заметку. А не к немцам ли он сбежал? Да еще покончил с собой член военного совета генерал-майор Илларион Иванович Ларин, давний друг и сослуживец Малиновского. Рассказывали, будто Ларин искал смерти. Выехал на передовую и даже не пытался укрыться от пуль. Он был ранен, а потом застрелился. Оставил записку, которая заканчивалась словами «Да здравствует Ленин». В Москве заинтересовались, а почему генерал не написал «Да здравствует Сталин». Один из высших чиновников произнес зловещую фразу «Может быть, он против товарища Сталина?» Самоубийство видного армейского политработника вызвало подозрения и у вождя. Что-то у Малиновского не так, надо проверить. Но Хрущев поручился за Малиновского. Спас его Никита Сергеевич. И чем же отплатил ему маршал? Присоединился к заговору. Помог спровадить Хрущева на пенсию. Но это еще не все. Через три недели в Кремле во время праздничного приема 7 ноября к Малиновскому подошел глава китайского правительства Джоу Энлай. Он приехал посмотреть, что происходит в Москве после смены высшего руководства. Маршал, возможно, несколько возбужденный горячительными напитками от чистого сердца посоветовал Джоу Энлайу. Мы от своего дурачка Хрущева избавились. Теперь вы свергайте своего Мао, и у нас вновь начнется дружба. Возмущенный Джоу Энлай ушел с приема. Разразился скандал. Утром в резиденцию китайской делегации приехал Брежнев с членами президиума ЦК извиняться. Но эта фраза маршала Малиновского о дурачке прежде всего многое говорит о нем самом. Как минимум, Хрущев мог бы рассчитывать на элементарную благодарность со стороны того, кого спас. 13 октября 1964-го первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев вернулся в Москву. В правительственном аэропорту Внуково-2 его встречал председатель КГБ Владимир Фимович Семичастный. Товарищи по партийному руководству, решившие отстранить Хрущева от власти, поручили ему важную миссию – проследить, чтобы темпераментный Никит Сергеевич не предпринял каких-то неожиданных действий. Семичастный сменил личную охрану первого секретаря. Чекисты, которые были обязаны даже ценой собственной жизни защищать Хрущева, собрали вещи и исчезли. Никит Сергеевич считал Семичастного своим воспитанником и в его верности не сомневался. Владимир Ефимович стал председателем КГБ в 37 лет. Хрущев и хотел работать с людьми такого возраста, неотягощенными прошлым, энергичными, не потерявшими интереса к работе и к жизни. Хрущев спас Семичастного, когда выяснилось, что его брат осужден на 25 лет. Борис Семичастный попал в немецкий плен, а после войны его отправили в Сибирь, поскольку чекистам донесли о его сотрудничестве с немцами. Работавшего на Украине Владимира Ефимовича вызвали в Москву. Второй секретарь ЦК ВЛКСМ Всеволод Иванов объяснил Семичастному, что таким, как он, нечего делать в комсомоле. А Хрущев его успокоил, не тревожься и продолжай работать. Когда Семичастный уже в Москве заведовал отделом ЦК, он попросил принести его собственное дело и обнаружил адресованное Сталину письмо, в котором Никит Сергеевич за него поручился. Так почему же Семичастный тоже пошел против Хрущева? Его сжигало нетерпение. Казалось, он слишком долго на вторых ролях. Вообще-то Хрущев жаждал обновления кадров. Молодежь растет, а должности для нее не освобождаются. Приходится ждать, когда кто-нибудь из старшего поколения умрет. И он искал способ избавиться от неумелых чиновников. Не мог понять, почему вокруг столько бесхозяйственности и разгильдяйства. История отставки Хрущева – это драма, а для кого-то и трагедия. Но эта эпоха самым зримым образом предстает в сатирических частушках того времени, в жанре, который после Никиты Сергеевича сойдет на нет. Что не день сдает в продажу холодильник и завод, Но народ, их прямо скажем, втрое больше ждет и ждет. Ах, снег, снежок и белая метелица, Холодильник не пол-литра на троих не делится. Хрущева захватила новая идея – не дать чиновникам засиживаться в своих креслах. Два срока и пусть уходят. Именно эта идея создала Хрущева больше всего врагов внутри аппарата. В нашей стране не удаются попытки ограничить всевластие верхушки временными сроками. Никита Сергеевич рассчитывал на поддержку молодых, которым омоложение кадров открывало дорогу наверх. Но молодые аппаратчики, как и старшие товарищи, не принимали хрущевской идеи. Только занял кресло и уже освобождать. Он считал председателя КГБ Семичастного и его предшественника на этом посту Шелепина лично преданными ему людьми. Никого Хрущев не поднимал так быстро, как Шелепина. Поручал ему самые важные дела, в частности, партийные кадры и контроль над аппаратом, который не в состоянии был обеспечить страну всем необходимым. Космонавтов отправляли, овощей в дорогу дали. Надо вот спросить у Вали, где зелёный лук достали. Напористый и экспансивный Семичастный и вдумчивый, но волевой Шелепин сблизились и подружились. Образовался мощный политический тандем. У меня такое убеждение, что Хрущев, вспоминала его дочь, делал ставку на Шелепина. В последнее время сам говорил, пора уходить, мы уже старые, надо освободить дорогу молодым. Ждать, пока Хрущев уйдёт сам, они не захотели. Решили ускорить события. Никита Сергеевич высоко вознёс этих молодых людей, но относительно их настроений и планов сильно ошибся. Когда Никита Сергеевич уезжал из Москвы, то оставлял вместо себя Николая Викторовича Подгорного, которого перевёл из Украины и считал верным помощником. Подгорный работал секретарём райкома комсомола, инженером на заводах треста сахарной промышленности. В 1939 году его утвердили заместителем наркома пищевой промышленности Украины. В следующем году перевели на ту же должность в союзный наркомат в Москве. В разгар войны Анастас Иванович Микоян, член Государственного комитета обороны, отправил его в Воронежскую область, ускорить вывоз сахарного завода, чтобы он не достался наступавшим немцам. Подгорный доложил, что лично руководил вывозом оборудования. Но выяснилось, что Николай Викторович туда и не ездил. Побоялся. Микоян трусов и обманщиков не выносил. Он выставил подгорного из наркомата. После освобождения Украины Николай Викторович вернулся в родные места. И, на своё счастье, оказался под крылом Хрущёва, который ему всё простил. Никита Сергеевич сделал напористого и бесцеремонного подгорного хозяином Украины. А за год до собственной отставки, летом 1963 года, перевёл в Москву. Но уж насчёт подгорного он был уверен, это его человек. А Николай Викторович едва ли не первый стал плести интригу против своего благодетеля. Хрущёв поддерживал украинские кадры. Выдвигал руководителей этой крупнейшей в стране партийной организации. Украину принято было хвалить. Всё украинцы нам дали, тысячи тонн зерна и стали, а футбольные медали у торпеда отобрали. Что не мешало Хрущёву, приезжая в Киев, распекать местное начальство? Я уже критиковал украинское руководство, но за обедом, когда критикуешь, с них как с гуся вода. А вот когда при народе критикуешь, я вижу, они ёжиться начинают. Последние годы, как лето, так руководители все, от мала до велика, стараются не упустить лучший сезон купания в Чёрном море. Благо, вы теперь Крым получили, есть куда ехать. Ему каждодневно было на что негодовать. Похоже на чайник, но раз продаётся в магазине новинок, значит, это должно быть что-то другое. Ничего подобного чайника, причём очень красивый чайник. Правда, непрактичный. Я ведь тоже такой купил. Ну. Вы знаете, через неделю весь этот блеск сошёл. Ну, так я не знаю, что вы с ним делали. Может, вы в нём воду кипятили? Первый раз слышу, что в чайнике нельзя было кипятить воду. Это уж действительно какая-то новость. Так вот поэтому и продаётся в магазине новинок. Иногда и в новый дом надо брать топор и лом. Топором паркет тесать, ломом двери открывать. В Киеве, продолжал Хрущёв, рассказывают такой анекдот. Перед моим приездом испортился водопровод. Перебои были с водой. Так киевляне говорят, почему, вы думаете, не было воды? Руководителям республики клизму ставили. То есть едет Хрущёв и уже клизму ставит. Довольно разъяснил первый секретарь. И ведь сами не отрицают, что у них плохо. Местные вожди вынуждены были на глазах своих подчинённых, кисло улыбаясь, аплодировать Никите Сергеевичу. Кому же это понравится? Влас начальства критикнул, тут же спрятался за стул. А уволен был Антон, он сидел на стуле дома. Украинская парторганизация считалась главной опорой Никиты Сергеевича. Среди киевских руководителей было много людей, им самим назначенных. Тогдашний хозяин республики Пётр Ефим Шелест, даже внешне, приземистой фигуры, округлым грубоватым лицом и совершенно лысым черепом, напоминал Никита Сергеевича. Затевая заговор, Брежнев и Подгорный обратились к Шелесту. Ты, Петру, правильно пойми всё, что делается. Без мнения Украины и членов ЦК, которые от Украины избраны, вопрос решить невозможно. Всем известно, что украинская партийная организация имеет большой вес и авторитет. Да это и основная опора Хрущёва. И что же? Шелест тоже присоединился к заговору. Всем хотелось быть на стороне победителей. И он взялся привлечь к делу председателя Президиума Верховного Совета Украины Демьяна Сергеевича Коротченко. Тот вообще многие годы работал рука об руку с Хрущёвым. В годы массовых репрессий на него состряпали дело, готовился арест. Никита Сергеевич его спас, вступился за Коротченко перед Сталином. Демьян Сергеевич подумал, оценил расклад силы, принял решение. Я с вами. Ничто не помешало им всем принять участие в заговоре против своего благодетеля. Но хоть кто-нибудь сохранил верность Хрущёву? Два человека. Секретарь ЦК Компартии Украины Ольга Ильинична Ивашенко и первый заместитель главы республиканского правительства Иван Семёнович Сенин. Хрущёв и Сенин учились в одной группе на РАП-факе и с тех пор дружили. Во время Октябрьского пленума ЦК, когда отправляли Хрущёву в отставку, перехватили записку Ольги Ивашенко. Я согласна, что нужно говорить о недостатках, но нельзя прибегать к крайним мерам. Можно критиковать, но это не значит, что нужно убирать. Русским и украинцам нужен вожак. К нему все тянутся. Члены президиума насторожились. Вдруг у Хрущёва появятся и другие союзники. Решили не давать слова никому из тех, кто способен возразить против ухода Никита Сергеевича. За Ивашенко установили наблюдение. Когда Хрущёву убрали, членов ЦК в гробовой тишине информировали о принятых решениях. Задать вопрос осмелились только двое. Первый заместитель главы украинского совмина Иван Сенин попросил уточнить. Никита Сергеевич сам подал заявление или его вынудили к этому? А секретарь ЦК Украины Ольга Ивашенко поинтересовалась, почему не оставить Никиту Сергеевича на одной из должностей? И как освобождение Хрущёва может отразиться на международных отношениях? Ольгу Ивашенко и Ивана Сенина отправили на пенсию. В семье Сенина произошла трагедия, о которой много говорили в Киеве. Его сын Михаил Сенин, архитектор, вроде бы находился в особых отношениях с выдающимся кинорежиссёром Сергеем Параджановым, известным своей нетрадиционной ориентацией. Параджанова травили, хотели посадить. Михаила Сенина вызвали в КГБ. Вернувшись домой, он написал предсмертную записку, лёг в ванну и вскрыл себе вены. Борьба за власть не заканчивается даже в тот момент, когда политик становится полновластным хозяином. Власть приходится оберегать от тех, кто рядом, кто вместе с тобой. А Никита Сергеевич расслабился. Когда он уехал в свой последний отпуск, аппарат ЦК превратился в штаб заговора. Диктовались и перепечатывались необходимые бумаги. В работу был вовлечён большой круг людей. Неужели всё это прошло мимо личных помощников Хрущёва? Скорее увидев, чья берёт, и они поспешили присоединиться к победителям. За несколько дней до ухода Хрущёва в начале октября 1964 года Леонид Ильич Брежнев приехал в Восточный Берлин на празднование 15-летия ГДР. В один из вечеров советский посол Абрасимов устроил обед. Пригласил певицу Галину Павловну Вишневскую и виолончелистом Стеслава Леопольдовича Ростроповича. Знаменитая пара лицезрела Брежнева в первый раз. «Весь вечер я сидела рядом с ним», – вспоминала Вишневская. И он, как любезный кавалер, всячески пытался развлечь меня, да и вообще был, что называется, в ударе. Хорошо одетый, черноволосый, не старый мужчина, ему тогда было 57 лет, энергичный и очень общительный, компанейский. Щеголял знанием стихов, особенно Есенина. «Я теперь скупее стал в желаниях, жизнь моя или ты приснилась мне, словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне». Прочитал его за весь вечер несколько раз, должно быть, очень любимое. Пел он немного, рассказывал анекдоты и даже стал петь смешные частушки, прищелкивая пятками, руками изображая балалайку. Цокол языком и на вятском наречии пел довольно приятным голосом. И это были не плоские потуги, нет, это было артистично и талантливо. Кто-то из присутствующих провозгласил тост. «Леонид Ильич, за вас! Нет, что там за меня петь? Мы выпьем за артистов. Что такое политики? Сегодня мы есть, а завтра нас нет. Искусство же вечно. Выпьем за артистов». Потом попросил меня спеть что-нибудь, рассказывала Галина Вишневская, и я спела песню Любаши из «Царской невесты». Я его рассматривала тогда без пристрастия, не предполагая, какой пост он займет в государстве. И мне, и Славе было приятно в тот вечер быть в его обществе. Через несколько дней Брежнев стал первым секретарем ЦК КПСС. Удивились не только Галина Вишневская и Мстислав Ростропович, но и многие люди, близко знавшие Брежнева. Он казался неподходящей фигурой на роль хозяина страны. По словам дочери Хрущева, это был милый, несколько сентиментальный человек. И сам Леонид Ильич решительно всем был обязан Хрущеву. За 10 лет до Октябрьского пленума его карьера, казалось, была кончена. После смерти Сталина ему не нашлось места в руководстве страны. От расстройства он попал в больницу и в полном отчаянии написал руководителям страны слезное письмо. Мне трудно менять характер работы или приобретать новую специальность, теперь, когда возраст приближается к 50 годам. А здоровье нарушено двумя серьезными заболеваниями – инфаркт миокарда и эндертернит. Слово эндертериит – заболевание сосудов ног – Брежнев не смог написать правильно. «Прошу направить меня на работу в парторганизацию Украины. Если я допускал в работе какие-либо недостатки или ошибки, прошу их мне простить». Страдать Леониду Ильичу пришлось недолго, потому что о нем вспомнил Хрущев. Отправил в Казахстан поднимать целину. Леонид Ильич был счастлив вернуться на партийную работу. Всячески демонстрировал свою преданность Никите Сергеевичу. В декабре 1962-го на встрече руководителей партии правительства с творческой интеллигенцией писал Александр Солженицын, Хрущев захотел показать залу понравившуюся ему картину подлинно советского художника. Тучного Брежнева, возвышенного рядом, Хрущев потыкал в плечо, а ну-ка принеси. И Брежнев, а он был тогда председателем Президиума Верховного Совета, то есть президентом СССР, не просто встал, достойно сходить или кого-нибудь послать принести, но побежал. В позе и движениях, только по лагерному описываемых на цирвах. Не просто побежал, но трясятили сами, но мягкоступными переборами лап, показывая свою особую готовность и услужливость, кажется, и руки растопырив. А всего-то надо было вбежать в заднюю дверку и тут вскоре взять. Он тотчас и назад появился с картиной, и все так же на медвежьих цирлах поднес Хрущеву, расплывшись чушкиной ряшкой. Надоело Леониду Ильичу быть на побегушках, вздрагивать, слыша раздраженный голос Никиты Сергеевича, переживать, что еще придумает неугомонный хозяин. Тем более, что градус недовольства в стране был высоким. Кто-то должен был ответить за невыполненное обещание. Нас связал с восточным краем спутник полный один. Ловлю крабов наблюдаем, не едим, так поглядим. Славит пусть в Москве наш тост, новоселов бурный рост. Жаль, что едет новосел в основном из ближних сел. Леонид Ильич Брежнев, сменив Хрущева, по заведенной им традиции устроил торжественную встречу троим космонавтам, совершившим полет на корабле «Восход». Все было как прежде. Только впервые, вернувшись на землю, экипаж встречал не Никита Сергеевич. По дороге в Москву космонавту шутя напутствовали командира корабля Владимира Комарова, которому предстояло рапортовать Леониду Ильичу. «Володя, докладывать нужно так. Готовы выполнить любое задание любого нового правительства». Сейчас все вспоминают, как Хрущев в 54-м году легко, ни с кем не советуясь, передал Крым Украине. Но тогда это прошло под аплодисменты. Отчего же никто не возразил, даже не выразил сомнений? Потому что такова была система. Самовластье, рождающая страх, и тотальная пропаганда, подавляющая способность мысли. Любое недовольство только после того, как вождь ушел в мир иной или отправлен в отставку. Оставшийся в памяти необузданным бузатером, нелепо выглядевший, Никит Сергеевич недооценен отечественной историей. В своем служебном кабинете, на переговорах за закрытыми дверями, он держался иначе, чем на публике. Он был трезв, холоден и невозмутили. Экономист Станислав Меньшиков внимательно наблюдал за Хрущевым во время поездки первого секретаря ЦК весной 1960 года в Индонезии. Я проникся к нему искренним уважением, настолько умело, кратко и немногословно он реагировал. Это был совсем не тот Никита, которого мы привыкли видеть по телевидению, с его не всегда грамотной, полной аффектацией речью, грубоватой игрой на публику. Передо мной был сдержанный, опытный, даже мудрый политик. Почему он старался казаться другим, играть роль, от которой временами сильно проигрывал? Ответ понятен. Никита Сергеевич понимал, в каком окружении находится и чего от него ждут соратники, а шире говоря, вся страна. Говорят, к домам детали выпускать из газа стали. А с сиропом и на газе дачи строят на Кавказе. День воскресный выходной муж провел вдвоем с женой. Простоял весь день с женой он за кофтой шерстяной. Не зная, что еще предпринять на заседании Президиума Совета Министров СССР, Хрущев предложил. Товарищ Новиков ездил за границу и мне рассказывал, что ему американцы показывали, какой прочности они делают ткани. Надо поговорить с американцами. Если продают, давайте купим, а если не продадут, давайте разведчикам нашим поручим. Он спешил поделиться непродуманными идеями. Подручные, сломя голову, бросались их исполнять, доводили до абсурда. Разумное желание освободить людей от давящего контроля со стороны госбезопасности привело Хрущева к наивной вере в то, что общественность вообще заменит органы правопорядка. КГБ подобрали нештатных сотрудников, чтобы они на общественных началах наблюдали за иностранцами. Но дилетант не способен ни выявить разведчика, ни засечь его контакты. Привлечение общественности лишь разжигало шпиономанию и подкрепляло уверенность иностранцев в том, что в Советском Союзе следят за каждым, кто приехал из-за границы. Два туриста с чемоданом сняли ряд секретных данных, а сейчас без чемодана подъезжают к Магадану. Грозный атом мы сумели приспособить к мирной цели. У кого другие цели, тех мы держим на прицеле. Поварам советским снова Нью-Йорк визы не дает. Испугались, что наш повар там устроит им компот. На заседании президиума ЦК Хрущев выдвинул еще одну неожиданную идею. Не настало ли время создать добровольные милицейские части? Как добровольцы могут служить в милиции на постоянной основе изо дня в день. Но желающих хватать и наказывать было хоть отбавление. После войны в доме на улице Горького открыли коктейль-холл. Местечко стало знаменитым нашу страну. Коктейль-холл был зримым свидетельством новой, невиданной жизни. Впрочем, многие воспринимали его как гнездо разврата. Стилляк, то есть молодых людей, которые хотели радоваться жизни, ловили на улицах комсомольцы из отряда охраны общественного порядка. Приводили нарушителей в райком комсомола и сладострасно вели с ними разъяснительные беседы. Все занимались чужим делом. Комсомольцы исполняли роль милиционеров. Милиционеры играли в художественной самодеятельности. Участники художественной самодеятельности Управления городской милиции Кузнецовой Бакалов исполнят сейчас куплеты. Может, когда маленьким он был, кто-то его на пол уронил. Может, болен он, бедняга, или просто-напросто, теляга. В полном разуме и силе все изреда в двадцать лет он таким танцует с тилем, что в опасности паркет. Он живет, как пень чужая, от людей особняком. У него душа пустая под зеленым пиджаком. Ты таких, Валюша, примечайся. Это не налетный попугай. И никто его не обижал, на пол его перцы не ронял. И не болен он, бедняга, это просто-напросто, теляга. Новации превращались в пороги. Хрущев призвал сеять кукурузу, считая ее полезной культурой. Местные руководители спешили показать, что указания выполнены. Особо рьяных исполнителей начальнических указаний высмеивали популярные куплетисты Рудаков и Нечаев. Шел в Воронеж поезд с грузом и свалился под откос. Для уборки кукурузы кто-то рельсы все унес. Куплетисты ничего не придумали. Первый секретарь Воронежского обкома приказал директорам хозяйств показать Никите Сергеевичу, будто уборка идет полным ходом. Так они там рельсы таскали по полю и доказывали, что поле убрано. Потрясенный увиденным рассказывал Хрущев. Это же просто времена Гоголя. Секретарем в Воронеже был Алексей Михайлович Школьников. Ему эта гоголевская история сошла с рук. После ухода Хрущева его повысили. Перевели в Москву первым заместителем председателя Совмина России. Хрущев умел внушать страх. Добреньким никогда не был, иначе бы не выжил. Но он был человек не злопамятный. Снимал с должности, этим ограничивался. Сталин расстреливал, чтобы не оставались рядом с ним недовольные и обиженные. Никит Сергеевич никого не добивал. Это создавало ощущение его слабости. Хрущев так и не смог оправиться от удара. Его бывший помощник Владимир Лебедев рассказывал Твардовскому. Первое время Никит Сергеевич очень переживал. Просто плакал горючими слезами. Постепенно только утих и, может быть, смирился. По словам дочери, Хрущев ожидал худшего. На оставленной им удачи метался по дорожкам, предполагая, что его могут арестовать или сослать. А уходу Хрущева радовались. Все сделанное им подвергалось осмеянию. Неиссякаемой темой стала кукуруза. Пропосев кукурузы романы, затоварили книжную сеть. Значит, есть много лишней бумаги, и приятно на это смотреть. Спал Васильевичем вдвоем мы, как правило, не пьем. Но уж в нынешний-то праздник мы с ним душу отведем. Он томился в одиночестве. Фотограф Петр Михайлович Кремерман вспоминал, как навестил Хрущева в Петрово-Дальнем. Ему пришлось преодолеть два пропускных пункта. Он показал Никите Сергеевичу фотографии, которые сделал Юрий Гагарин. Хрущев заинтересовался. Петр, а нельзя ли Гагарина пригласить ко мне? Очень хочу с ним увидеться. Кремерман передал приглашение Гагарину. Тот обрадовался. Конечно, съезжу. Через какое-то время фотограф напомнил Юрию Алексеевичу, что он согласился навестить Никиту Сергеевича. Первый космонавт потупился. К сожалению, не могу. Не время. Влетать в космос оказалось проще, чем навестить опального вождя. Наверное, обиднее всего Хрущева было сознавать, что соратники его предали, а теперь еще и сочиняют о нем небылицы. Ждали мы приказа сверху, что петь можно, что нельзя. Слышим, пойте без проверки только правду и не зря. Ах, снег, снежок, белая метелица. Вышли, спели, что хотели. Аж самим не верится. Говорили, что и знаменитый доклад на 20-м съезде развенчание Сталина и отказ от его методов всего лишь личная месть мертвому вождю. А ведь Никите Сергеевичу как раз не за что было мстить Сталину. Тот обидел других своих подручных. Сталин посадил жену Молотова и говорил, что Вячеслав Михайлович ведет себя недостойно. Довел до самоубийства старшего брата Кагановича. Ворошилова называл английским шпионом. Прилюдно унижал Микояна. Его двоих детей 16-летнего Вано и 14-летнего Серго арестовали по липовому делу юношеской антисоветской организации. А Хрущев-то как раз ходил у Сталина в любимчиках. Хотя рассказывают, будто сын Хрущева, Леонид, военный летчик, не то попал в плен к немцам, не то убил человека, и Никита Сергеевич чуть ли не ползал на коленях, вымаливая у вождя прощения. Ничего этого не было. Леонид Хрущев воевал в составе 18-го гвардейского истребительного авиационного Витебского дважды краснознаменного ордена Суворова полка. В составе этого полка сражалась военные годы эскадрилья французских летчиков «Нормандия-Нема». Командующий 1-й воздушной армией генерал-лейтенант Худяков написал Никите Сергеевичу «С глубоким прискорбием сообщаю вам печальную весть. Ваш сын, гвардии-старший лейтенант Леонид Никитович Хрущев 11 марта 1943 года не возвратился с боевого задания». Леонид Хрущев погиб в бою. Тело его не удалось найти, как и останки многих солдат и офицеров Красной Армии, которые числились без вести пропавшими. В октябре 1964-го имя Хрущева перестали упоминать. Словно и не было такого человека. Александр Трифонович Твардовский записал в дневнике «Хрущев в больнице. Выйдет в коридор, все ныряют в палаты, чтобы не здороваться. Гнусь! Вот кому пришлось испить чашу. Сталин умер в присутствии своего величия? Если бы мог знать, что было после него, был бы доволен. Газета, речи, мавзолей? А этот живым увидел, как можно просто-напросто быть сброшенным с площадки истории. Ни развенчания, ни доклада о культе личности Хрущева, ни даже упоминания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok